Привет, дружище! Wargaming совместно с Amazon Prime запускают нереально жирный набор за все время в танках. Вы гарантированно получаете один из трех особых и новых 2D стилей. Уникальные декали вижу цели пламенный привет. Медаль осторожно окрашена, 3 дня премиум аккаунта, 10 задач на x5 опыта сразу. Также 2 награды на выбор. 3 премтанка 8 уровня, Кернарван Экшен Икс, ПТ-САУ СТРВ С1 и СТФВ 4202. Премтанк 7 уровня Пантера М10. И все это с возможностью выкупа со скидкой. Более подробно о пакете Prime можно узнать на моем сайте nearu.gg в описании или первом закрепленном комментарии. Приятного просмотра! Хоба! Приветствую всех подписчиков и новые зрители. Вы на канале nearu. И сегодня мне хотелось бы показать вам бой, который я сыграл вне стрима во время челленджа у левши под названием Непотный взвод. Когда я играл во взводе вместе с минмашинц и левшой. И мы вместе на средних танках 10 уровня старались сделать максимальный результат. Я играл на шведской СТ-шке 10 уровня под названием UDIS 1516 и на карте Ласвиль показал офигенный результат, от которого были в шоке левша и минмашинц. Погнали смотреть! Новый рест, новые карты. Но вообще бой хороший. Ничего не повторяется. Смотри, 31 тысяча кб. Здесь без арты. Итак, вот он бой от моего лица. Играю я здесь на UDIS 1516 с таким набором оборудования. У меня в первом слоте турбонагнетатель, стоит трофейный досылатель, а также трофейный стабилизатор. Инструкция у меня на пожаротушение, потому что меня в бою первом же на UDIS 1516 подожгли. Я такой решил, хм, а давай-ка я лучше инструкцию поменяю с досылателя на пожаротушение, для того, чтобы меня больше не палили. Кстати говоря, итоговая сессия конкретно на UDIS 1516 у меня была на 4700 урона. А это, между прочим, отличнейший результат, учитывая то, что я играл во взводе. Итак, куда я изначально поехал? Изначально я поехал на первую, вторую, третью вертикаль, где буду бороться против различных тяжелых танков, а-ля 60ТП Ливандовского, Панзеркомфаген 7-й. И на UDIS 1516 на самом-то деле это можно делать легко, поскольку UDIS обладает отличными углами вертикальной наводки, а также башней покруче даже, чем у STB-1, у которой, ну, просто феноменальнейший есть показатель брони, когда вы стоите либо с врагом на одном уровне, на одной плоскости, либо если вы находитесь выше, чем враг. Если сравнивать со всеми танками, именно если от башки стоит, он, наверное, самый лучший имбовый среди СТ. Ну, ему удобно, и ему в клинче с ним проблемы возникают тоже. Маленький такой жирный. Так, держать! Отлично! 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 Непринужденно напихиваем в бортину, в борт башни, в лючки всякие разные СТ-2, а также 60 ТП Ливандовского. Тот просто уже, у него из задницы огонь идёт, 60 ТП, такой, как СТ-шка держит фланг из трёх тяжей, а ну-ка, сейчас я поеду. И он меня не пробивает, сдыхает СТ-2 спереди, меня прикрывает отличнейшим образом бабаха. Также погибает 60 ТП Ливандовского, и танки противника уже поредели. 4222 урона, буквально за 2,5 минуты боя, и я дальше начинаю доминировать, даже не начинаю, а продолжаю доминировать здесь над пазиком седьмым, напихиваю ему в НЛД, в щёки, выцеливаю самую уязвимую зону, и это уже 5100 урона. Молодец, мир, очень красава. Давай рекорды ставить. Это 300, да? Да. То есть, и 5 тысяч, да, 300 за фраг. 5500, даунер. Продолжаем мы здесь разваливать панзера компагена с седьмого, ТПП-шка уже не выдержала, въезжает в Бортину, думает, блин, а дай-ка я тут тоже покидаю в кого-нибудь. Выцеливаем НЛД Е50М, но, к сожалению, не предбиваем. Кстати говоря, это вот обидно, очень обидно, потому что здесь мог бы быть даже бой на 10к. Но, а может быть, он и будет, или не будет. Но тут знает об этом только тот, кто смотрел это чел. А я засветился, кто сюда переехал? Баха, поди. Я не засветился. Первый. Я почему-то стреляю вперед встал. Мордой стоит. Я вершу дал так. Я там, Нир, 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 Нир... Нормально, нормально. Давай, Нир там на силу, там, результат, да, подтягивать. Поднимаемся здесь, в квадрате С2 на холмик. Холмик, откуда опять же будем играть от углов вертикальной наводки, нам нужно всех поубивать здесь, кто подставляется. Е50М разваливаем в бортину, в приоритете убиваем те танки, которые пытаются уехать отсюда, но, к сожалению, этот Е50 какой-то очкушник. Нет, выезжай, дерись, как мужик, лицом к лицу. Но Е50 убегает, а значит мы на очереди разваливаем 268-го. Благополучно его убиваем здесь, сразу же в рубку, и 8000 урона у нас есть. Что-то УП-22В, да? Осторожнее. Попадать надо, тогда. Понятно. Ну это вообще жирный бой. Диманюга на ревью 8 кодал. Ну так, нужно отрабатывать все киберспортивный этот татус. Боюсь, я гриля 15-го, который здесь будет выезжать, и смотрите, что я нахожу. Правильно, прострел под днищем у 268-го. Днище убивает под днищем, и Е50 осталось убить на очереди. Причем желательно, чтобы его никто не забрал. Это уже 8609 урона, и это мой последний выстрел в данном бою. Три фрага я здесь забабахал, 282 хп в конце остался, 8999 урон, 1310 на танковал. Одна маленькая шведская СТ-шка порвала полностью все ущелье, и выиграла данный бой. Это реально круто. Вот я нежечек херачит. Да. Батю. Оптимис, спасибо, Эдиман. Бутай. Нет, ты жестко-жестко там выдал. О-хо-хо-хо, 9к. Шикарен. А, я прошел полностью. Сам прошел. Я почти десятку дал, если бы в конце не подсоставил. О-о-о, нормально, нормально. Короче, 8999 ты дал, да? Да. В данный момент времени наш взвод находится на первой строчке, и мы показали самые крутые результаты. Нашим взводом аж 16 тысяч очков набрали, и вот мой бой, за который я набрал аж 10 тысяч очков. Это круто. Так что, ребят, если вам понравился данный видеоролик, не забывайте, пожалуйста, прожимать свои сочные жирные лайки, подписываться на канал. Было приятно для вас показывать и комментировать данный бой. Жмякайте лайкос, подписку, и хорошего всем дня. Do damage. Па!